Добрый вечер. Я Максим. В эфире. Программа. День. Люди. События. Сегодня речь о событии 15 сентября. 15 сентября 911 года князь Олег после успешного похода на Константинополь заключил договор с Византией. 16. Летопись рассказывает, как и диалек на греки, взяв с собой союзников минус множеству варяг, и словин, и чуть, и кривичи, и мерю, и деревляни, и радимичи, и поляны, и севера, и вятичи, и хорваты, и дулебы, и тиверцы, и на конях и на кораблях придет с Рюграду. 16. Когда греки преградили путь по Босфору, Олег повелел поставить ладьи на капки и, подняв паруса, с попутным ветром перебросить их в Золотой Рог, откуда Константинополь был более уязвим. 17. Напуганные появлением войска у столицы, византийцы вынуждены были заключить мир. 17. Из текста договора известно, что в походе участвовало 2000 ладей, а в корабле по 40 мущ. 18. Договор устанавливал дружественные отношения Византии и Киевской Руси, определял порядок выкупа пленных, наказание за уголовные преступления, совершенные греческими и русскими купцами в Византии, правила ведения судебного процесса и наследования, создавал благоприятные условия торговли для русских и греков, изменял береговое право. 18. Отныне вместо захвата выброшенного на берег судна и его имущества, владельцы берега обязывались оказывать помощь в их спасении. 19. Также по условиям договора русские купцы получили право жить в Константинополе по полгода, империя обязывалась содержать их в течение этого времени за счет казны. 20. Им было предоставлено право беспошлиной торговли в Византии. И еще допускалась возможность найма русских на военную службу в Византии. 20. Договоры Руси с Византией Первые известные международные договоры Древней Руси, основные из них были заключены в 911, 944, 971 годах. Сохранились только древнерусские тексты договоров, переведенные с греческого языка настрославянский, и дошедшие в составе повести временных лет, куда были включены в начале XII века. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.